Микс Ньюз Действительно, не до шуток блондинкам в это время, потому что в нашей родной с Ленахи в стране развивается и усугубляется ситуация, которая нам, конечно, очень не нравится. Мы очень хотели бы поговорить об этом, обсудить тему, что такое протесты в России, почему у них участвует молодежь, что вообще происходит в России. Считаете ли вы, что протесты в России организуются из-за рубежа? Как об этом нам рассказывают центральные телевидения, федеральные каналы и другие пропагандисты. Обсудим это сегодня в прямом эфире Радио Болтком с Леной Лукьяновой. С нами по телефону российский политолог, филолог и журналист Кирилл Рогов. И по скайпу к нам подключился политик Дмитрий Гудков. Здравствуйте, господа. Добрый вечер. Я бы хотела для тех, кто может быть не в курсе, мы все-таки вещаем из Латвии. Не обязательно все должны следить за тем, что происходит в России, хотя это и ближайший сосед. И, конечно же, страны взаимосвязаны очень по многим параметрам. Но немножко поясню ситуацию. В России идут самые многочисленные за последние годы антиправительственные выступления. Систематические. Уже идут месяц с лишним. Несколько недель. В Москве десятки тысяч человек выходят на улицы, протестуют против снятия большинства оппозиционных политиков с выборов, казалось бы, в городскую думу. Московскую городскую думу. Реакция властей на эти демонстрации необычайно жесткая. Более двух тысяч человек уже задержаны были. Несколько сотен приговорены к уплате штрафов или краткосрочному заключению. Накануне к четырем годам колонии приговорили молодого парня Константина Котова за то, что он просто вышел из метро со свернутым плакатом под мышкой. Политики оппозиционеры на несколько недель были арестованы. В том числе и один наш собеседник сегодня, эксперт Дмитрий Гудков, Илья Яшин, еще все еще сидит пятый раз подряд, не выходя из СИЗО, он тут же садится обратно. Завтра, вроде бы, мы очень надеемся, последний день его заключения. Жесткое подавление этого протеста – это самое, как мне кажется, недавнее свидетельство того, что Кремль все чаще делает ставку на репрессии, как институт сохранения власти. Хотелось бы как раз об этом поговорить. Сработает ли этот институт? Я хотела бы еще добавить, что итак, послезавтра в России так называемый единый день голосования. В России голосование всех уровней проходит всего лишь дважды в году. То есть завтра по многим регионам, то есть во многих местах проходит голосование от муниципальных выборов до выборов в Государственную Думу и выборы в том числе в Московскую Городскую Думу и выборы губернатора Санкт-Петербурга. Протесты идут далеко не только в Москве и не только по поводу выборов. В целом волна протестов за последние полгода очень усилилась во многих частях страны. Россия большая, не все это видят и уж тем более много не показывают по телевизору. Многомесячные протесты против мусорных полигонов в Шиесе и так далее и тому подобное. То есть в целом речь не только о Москве, а о большой протестной волне в России. И, наверное, мы сейчас в первую очередь спросим Кирилла Рогова, кто эти люди? Почему такое происходит сегодня в России? Кто это? То, что говорят по телевизору, что это какие-то засланные казачки, которые финансируются Западом. Что происходит? Кирилл? Ну, вы все правильно рассказали, что происходят протесты в Москве. Это уже устоявшаяся протестная группа населения. Действительно, они самые большие, эти протесты, как волна. Самые большие с 2011-2012 года. Если смотреть на эту волну в целом, то она, конечно, меньше, чем в 2011-2012 году. Но она очень сконцентрированная. И действительно, очень высокое уровень эскалации с обеих сторон был. И со стороны протестующих, и со стороны властей. То есть протестующие не уходили, исходили на несанкционированные митинги, так называемые. Ну, а власти такой устроили в Москве полицейский настоящий террор против них. Надо сказать, что мы говорим, что вот идет волна протестов, она уже как бы не идет. Потому что пока мы видим такой перерыв в этой волне. Но было действительно, там, сколько, с 20 июля крупные митинги до 10 августа шли. Ну, и вот еще один поменьше, 31 августа. Ну, в целом, надо сказать, что вот этот масштаб этой волны, он не, как бы он не выходит за пределы того, что было в 2011-2012 году. В том смысле, что самые крупные акции, там, масштаб акций, это, там, от 10 до 60 тысяч человек. Вот, в этой серии акций. Это примерно тот же диапазон, как было в 2011-2012 году. Но в этом году, в этот раз, это протестное ралли, оно гораздо более молодое. И там 30% людей, вот, судя по опросам, которые проводились на митинге, 30% людей до 25 лет. Это очень много, потому что всего в населении доля этой возрастной группы примерно 7%, а здесь это 30%. То есть у нас 4 раза выше, чем в населении. Это действительно довольно молодежный протест. И, ну да, и он, надо сказать, у него была такая история, что началось все с недопуска действительно независимых кандидатов на выборах в Гордуму. И первоначально это было под выпусками, под лозунгами «Допускай», но потом сместился фокус. Самым главным стала уже вот эта вот волна полицейского и государственного насилия, которая возникла по ходу протестов. И самым главным стал вопрос о, там, об осложнении политзаключенных, возмущении этим насилием. И это же так определяет отношение общества к протестам. И мы, значит, что можем сказать, что вот когда в 2017 году были протесты, там были 2 крупных события протестных, это 24 марта и 12 июня, и тоже они были неразрешены, тоже полиция все вели себя жестко, но тогда, судя по опросам, примерно 30% в повсероссийской выборке считали, что милиция себя ведет очень жестко и выходит за границы своих полномочий, а 40% считали, что полиция ведет себя адекватно. Сейчас эта ситуация изменилась, сейчас, наоборот, 40% считают население, что полиция ведет себя адекватно и чрезмерно жестко, а 30% считает, что адекватно. И это такое важное изменение, оно показывает такой, что на этот раз как бы вот волна, это связано с тем, что на этот раз волна там видео и фотографий, которые прокачивались специальным сетям, того, как ведет себя полиция, она, в общем, сместила баланс сочувствия в пользу протестующих. Это вот важное отличие от прошлых лет. Вот, но надо сказать, что эта волна внезапно как-то затухла протестная в конце августа. Ну, мы посмотрим, что с ней будет дальше после выборов, но пока такой какой-то перерыв. Кирилл, а почему там помолодел протест? Как ты думаешь? По-моему, помолодел? Ну, это, там, знаешь, очень все четко, все видно. Вот в социологических данных это видно. У нас сейчас общество полиализовалось по тем информационным картинам, которые у них есть. У молодежи, вот возрастов до 30 лет, главным источником информации, главной таким, ну, наибольшую долю в их источниках информации имеют социальные сети. Это, там, примерно, у них вот там 60% упоминаний, да, откуда вы черпаете. Это социальные сети, видеоблоги и так далее. А телевизор занимает, там, где-то около 10% в их информационной картине. А вот у возрастов 50+, там все наоборот, ровно наоборот, прям перевернуто. И, соответственно, мы видим по всей социологии, что все отношения сочувствуют протестам. Оно движется вот по этой шкале. То есть, чем больше у тебя доля телевизора и меньше социальных сетей в информационной картине, тем более ты считаешь, что милиция себя ведет нормально и не сочувствуешь к протестующим. И наоборот, чем моложе, тем больше доля социальных сетей и меньше доля телевизора, тем больше они сочувствуют протестующим и не сочувствуют полиции. Ну, смотрите, вот следующий вопрос к Диме я хотела задать. То же самое сначала было и когда начиналось Болотное. Я имею в виду уголовные дела по Болотным, суды по Болотным. Все сначала ходили, все очень сочувствовали. Достаточно много молодежи приходило к зданиям суда поддержать ребят, которых точно так же укатывали ни за что. Но это был, напомню, санкционированный марш, когда людей начали судить по Болотному делу. Но все достаточно быстро закончилось. Люди перестали ходить. Естественно, у тебя наваливаются свои дела, ты немножко сбываешь, инфошум снижается. Здесь пока тоже еще держится вот эта вот, ну как, не ненависть, окей, назовем это неприятие. Оскорбленное достоинство. Да, достоинство, которое... Ну подожди, Кюль, подожди. Тут дело в том, что выборы только послезавтра. И все может начаться сначала. И до пика еще эти протесты не дошли. А мы этого не знаем. Вот как раз я и хочу спросить у Димы. Дим, ты как считаешь, не может ли это точно так же сойти на нет? И будет ли новый всплеск протеста после того, как, естественно, сфальсифицируют очередные выборы? Ну, во-первых, я думаю, что никто из нас не знает, как события будут разворачиваться дальше. Но у меня сложилось ощущение, вот если сравнивать, например, Болотную с нынешними протестами, все-таки тогда это был такой эмоциональный протест людей, которым есть что терять. Тогда мы еще жили совершенно в другой стране, где были какие-то еще более-менее независимые новости на телевидении. Была программа Максимовской. Я помню Алексея Пивоварова, который выходил в эфир НТВ и рассказывал правду о протестах. Да даже Рия рассказывала правду о протестах. Да, общество было не готово тогда к какому-то государственному насилию и террору. Поэтому запугать, в общем-то, получилось у власти тогда. И действительно протест тогда и развалился. А сейчас это протест тех людей, которые уже изначально готовы к любым вариантам развития событий. В основном молодежь, которая прекрасно понимала, что могут задержать, могут посадить, могут дать как минимум 15 суток. И вот когда мы там были на митинге 10, точнее 20 июля, даже там вопрос задавали участникам митинга. Вы готовы прийти несанкционированно? Да, вы готовы посидеть 15 суток? Да, то есть люди изначально уже не боялись каких-то жестких действий со стороны силовиков. И этот, конечно, протест очень сильно отличается, потому что в этот раз было не только достоинство задето граждан. Здесь уже политика приходит в дом каждому из нас. То есть это не только недопуск кандидатов на выборы. Я вообще считаю, что предвыборная повестка была всего лишь поводом. До этого поводом было дело Голунова. А что дальше станет поводом, мы не знаем. Вполне возможна фальсификация. На самом деле, обществу уже надоела эта власть. Она преступна, она воровская, она уничтожает наше будущее. Я это говорю сейчас как, может быть, 39-летний, уже такой не совсем молодой, как говорят многие в протесте. Но я прекрасно понимаю, что с этой властью нет никакого будущего ни у страны, ни у нас. А молодежь это еще лучше понимает, потому что в последнее время пытались то телеграм закрыть, то за лайки сажали, репосты сажали. Но людям, особенно молодых людей, эта власть совершенно достала. Это Бастрыкин, который смотрит в компьютер с лупой. Путин, который не держит смартфона. При этом с помощью интернета мы имеем возможность сравнить, а как там жизнь в Соединенных Штатах Америки, а как в Европе и так далее. Мы понимаем, что все эти сравнения не в пользу нашей власти. И вот тут появилась возможность помочь независимым кандидатам. Даже не для того, чтобы они попали, чтобы мы попали в Московскую городскую думу. Это третисортный парламент. Он мало кого интересует, он мало на что влияет. Но это просто была попытка обществу добиться какого-то своего присутствия, представительства. И вот в данный момент, когда кандидаты, действительно, все независимые кандидаты собрали подписи честно, и все увидели эту кампанию, и мы действительно и рейтинги увеличили, и узнаваемость, и поддержку получили. И здесь просто власть плюнула сначала в лицо москвичей, а потом еще в наглую всех кандидатов посадила. Кого там, как меня, на 36 суток, кого больше. И на самом деле это протест уже не про выборы, это протест уже про выживание. Потому что если мы не будем выходить на улицу, значит мы будем все жить в каком-нибудь очередном 37-м году. Мы будем жить в Северной Корее, где никакого будущего никого не будет. Поэтому здесь ты не можешь не участвовать в этом протесте. Просто у тебя нет никакого другого возможности повлиять на какие-то решения власти. Не пускает на улицу, на выборы мы идем на улицу, а сейчас по сути речь идет о нашем праве на мирный протест. И вот мне, например, не нравится то, что повестка ушла куда-то в сторону политтехнологии вокруг 8 сентября. Никакие-то не выборы, это голосование мало к чему приведет. Сейчас нам нужно освобождать политзаключенных, сейчас нам нужно объединяться для того, чтобы этот государственный террор, для того, чтобы государственное насилие остановить, для того, чтобы вернуть себе право на мирный протест. Я с тобой абсолютно согласна. Главная, конечно, сейчас повестка – это освобождение политзаключенных. И вот ты упомянул о том, что были разговоры, вопросы к протестующим, выйдут ли они на несанкционированную акцию протеста в дальнейшем. Да, им грозило 15 суток. Но никто не знал, что будет грозить 4 реальных года, как Константину Котову, например, вчера влупили 4 года. Кирилл, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, будут ли еще жестче закручивать гайки, будут ли еще такие страшные реальные сроки ни за что? Мы прекрасно понимаем, что действительно ни за что. Это как акция устрашения. И как будет реагировать, как ты думаешь? Есть ли какие-то прогнозы у политологов? Как будет реагировать молодежь и вообще в активное гражданское общество в дальнейшем? Ну, здесь, с одной стороны, действительно, нельзя не участвовать. Это действительно факт, что, в принципе, готовность к протестам, она как-то очень повысилась. И когда мы смотрим сейчас действительно на события и по стране, мы видим, что люди как-то готовы протестовать по любому поводу. То есть не то, что по любому поводу, но очень многие вещи, которые раньше совершенно не казались, что они вызвут такие протесты и такую резкую реакцию, они сейчас вдруг вызывают. И мы видим по социологии, там даже странно в социологии то, что вот если мы смотрим на социальные всякие экономические ощущения людей, то они нормальные. То есть люди не ощущают ситуацию какую-то очень плохую экономически. Она такая нехорошая, неплохая, не очень приятная. Но, в общем, ничего страшного. Это я говорю о социологических данных. Вот мы видим на стране, что нет ничего критического. Но при этом совершенно неадекватные, ну, то есть совершенно необычные при этом вот уровни готовности протестовать и настроенности на протесты. Это с одной стороны. С другой стороны, но о репрессивной волне, да, безусловно, такие сейчас очень жесткие приговоры. И они, я тоже согласен, что это главный пункт поездки дня, потому что там происходят такие, какие-то юридические, происходят такие, как бы, Глаз пытается установить новые юридические практики, при которых действительно на улицу может обернуться для тебя чем угодно. Вот. При этом нужно отметить, что в отличие от 2012 года, все-таки дело о массовых беспорядках фактически закрыто. И, ну, как бы, здесь общество, безусловно, давление общества, причем довольно широкого диапазона людей, там, и тех, кто протестует открыто, и каких-то представителей элит, которые пытаются договариваться не публично, оно как-то возмутилось этим делом о массовых беспорядках. И, в общем, в итоге, в итоге это свелось пока что на нет, но у нас другие статьи экстремистские ползают. Давайте через минуточку поговорим, продолжим. Дадим сейчас Кириллу закончить свою мысль. Все-таки вот я сегодня в одном публичном месте слышала, как один человек рассказывал, что на улицу вышли бандиты, воры, убийцы. Так ли это? И Кирилл вынужден будет выйти из нашего эфира, да, у него нет времени, и закончит свою мысль, и мы с ним распрощаемся, у нас останется только Дима в эфире. Кирилл, как? Ну, я не знаю. Если вы так называете полицейских, то это тоже некорректно. Но вот, что касается предостающих, то там все исключительно мирно, просто даже тошнотворно мирно. Вот, и ничего такого нету. Но интересно, что даже вот эта вот позиция, которая как бы пропагандирует по телевизору, про то, что это какие-то люди там, не знаю, поскупленные, все это из-за рубежа, она тоже в силу того изменения той информационной картины, о котором я уже говорил, она тоже не достигает аудитории. Если в старших возрастах еще есть люди, которые верят в это, то в молодых возрастах их очень мало. В целом по населению примерно 25% доверяют, ну вот считают, что может быть это из-за рубежа инспирировано. А в целом это тоже не работает. Это и есть вот такое главное смещение информационное, что эта вот мулька, которая работала там лет 5, она сейчас уже гораздо менее эффективна. Вот, и протесты, и, конечно, борьба за политзаключенных, это главная повестка. И я думаю, что здесь тоже еще не все карты сыграны. Я думаю, что эти нынешние жесткие приговоры, это до некоторой степени такая, что ли, компенсация силовиков за развалившееся дело о массовых беспорядках. Что касается протестной волны, то на самом деле вот эти протестные настроения, они довольно непредсказуемая вещь. И я это наблюдаю с 19-го года, и всегда очень трудно подсказать, где это возникнет, и в какой момент это начинает вдруг затухать, и ты не понимаешь, почему, и все, и все как-то разошлись. Это такая довольно парадоксальная вещь, но мы посмотрим, как будет на этот раз, и что нас ждет. Кирилл, самый последний вопрос, прости, пожалуйста, очень быстро я хочу спросить, действительно, меня это волнует уже очень давно. Почему случилось такое резкое, я понимаю, что оно долго шло к этому все, но сейчас на наших глазах случилось такое резкое расчеловечивание людей при власти. То есть вот эти истории с попыткой отобрать детей у родителей, история с Ильей Айзаром, которого схватили ночью в тапочках, увезли в СИЗО, при том, что оставили одного малолетнего ребенка в открытой кровати, в квартире, да. Откуда такая бесчеловечная жестокость? Я сегодня слышала версию, что Росгвардии разрешили безнаказанно лупить москвичей. Вот такую версию. Я даже про детей больше. По факту, наверное, ее разрешили, потому что они безнаказанно бьют, и все иски о том, что они себя неправильно... Ну, все иски от тех, кто действительно пострадал от Росгвардии, там есть черепно-мозговые травмы, сломанные руки и ноги, вы знаете, все иски по этому поводу отклоняются. И, конечно, вот эти вот приговоры по 318 статье, которые мы видели на днях, они тоже, на самом деле, это такое юридическое закрепление за полицейскими на беспредел. Потому что, вы знаете, что полицейские в России теперь, когда они наносят какую-нибудь увезти человеку, они немедленно возбуждают против него уголовное дело по 318 статье. И потом они его закрывают в обмен на то, что он отказывается от своих претензий. Так что это такой действительно беспредел, он как-то, ну, да, входит в некоторую такую систему. Вот. Ну, это политический перор. Это попытка каким-то образом повысить для людей издержки на участие в массовых акциях. Большое спасибо. С нами на линии прямой связи был российский политолог, филолог и журналист Кирилл Рогов. С нами по скайпу сегодня политик Дмитрий Гудков, который только что отсидел свои 36 суток в СИЗО. Дима, ты как считаешь, почему такое жесткое, резкое усиление противодействия со стороны власти? Понятно, что дано разрешение, что называется, мочить в сортире. Но когда это затрагивает наших детей, да, что касается дела нового величия, что касается ребят-студентов, которым заламывают руки, ломают ноги, делают сотрясение мозга и так далее. Как ты думаешь, почему на детях теперь начали отыгрываться? Ну, потому что есть два способа остановить протест. Первый – это пойти на выполнение требований протестующих, то есть решить их проблемы, чего власть просто не может сделать в силу того и отрицательной селекции, и неготовности проводить реформы. И второй способ – это запугать дубинками. То есть метод «крутая пряника» всегда использовался, а поскольку пряники закончились, вот, а страх-то он большой у нашей власти. То есть все-таки страх один. Все-таки страх. Конечно, это попытка. Это попытка удержаться. Попытка, правильно сказал Кирилл Рогов, повысить издержки от участия в протестах. Ведь на самом деле могу так сказать, что кто-то не испугался, кого-то взбесила такая реакция и такое поведение силовиков, и побудила только пойти на несанкционированные акции, но много и тех, кто испугался и остался дома. Хотя полностью разделял и требования протестующих, и, наверное, принял бы участие в санкционированные акции, а, ну, например, идти на какие-то больше риски не готов. Так что это однозначно попытка запугать. То есть вот когда я узнал новость о том, что там у Хомских пытаются лишить родительских прав, а Хомских, кстати говоря, работал у меня в штабе в Госдуму, организовывал мои встречи. Можно справочку маленькую для слушателей? У нас одна семья вышла на митинг, мирный протест, погулять вместе со своими детьми, и тут же прокуратура обратилась в суд с просьбой лишить эту семью родительских прав. Да, это попытка запугать, сделать так, чтобы люди не выходили на протесты. Но власть по-другому действовать не умеет. Ну, не умеет. Но это тот случай редкий, когда суд не поддержал прокуратуру и не лишил этих людей родительских прав. Это для нас... Кстати, почему, Дим, вот если бы ведь это, не дай бог, случилось, да, это опять же была еще одна страта людей запуганная, да, люди с детьми? Потому что если бы кого-то лишили родительских прав, то протестующих стало бы больше. Поэтому они показали угрозу, потом они эту угрозу сняли, но тем не менее все равно на подсознании у многих осталось, что да, ты понимаешь, что если ты выйдешь на протестную акцию, с тобой может произойти все что угодно. Если эти сволочи готовы даже лишать родителей родительских прав, значит, они спокойно могут посадить тебя на сколько угодно, даже за твит, за просто мирное, как бы, твое участие в митинге. Это исключительно тактика запугивания. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Можете звонить, задавать свои вопросы нашему эксперту Дмитрию Гудков. Политик с нами на связи по скайпу. Мы обсуждаем протестное движение в России, которое глобально активизировалось последние месяцы. Все это происходит накануне выборов, которые пройдут в воскресенье в России, во многих муниципальных образованиях, городах, в Думах, в Совете Федерации. Достаточно большие будут выборы, но, конечно же, они в основном сконцентрированы, протестное движение в Москве и в Питере. В Питере это просто какой-то анекдот происходит. С Бегловым, но окей, на их собственности, это мой родной город, и меня, конечно, больше всего поражает. Причем выходцы же из Петербурга, вся наша верхушка властная. За что они так ненавидят Петербург? Сегодня новая газета опубликовала материал о том, как накануне выборов всяких чиновников учат в последнюю секунду вбрасывать бюллетени. То есть фальсифицировать эти выборы. Хорошо, что это успели раскрыть. Странно, что они не знают этого до сих пор. Они этим занимались уже 15 лет. Давайте послушаем звоночек. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Слушаем вас. Вот у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. А против чего протестуют в России? Это первый вопрос. Второй вопрос. А почему вы в Латвии обсуждаете вопрос протестного движения в России? Вы ждете от нас помощи, поддержки? И ничего. Вот непонятно. Хороший вопрос. Меня, например, интересует, что за протесты в Венесуэле тоже очень сильно. А в Гонконге? И в Гонконге меня интересуют протесты. Я считаю, что... Мы живем в глобальном мире. Да, что нужно понимать, что происходит у твоих соседей. При том, что по телевизору об этом говорят несколько иначе, чем то, что говорим мы сейчас и сегодня здесь. И вообще ты звонивший говорил с нами по-русски. Да. Наверное, это тоже о чем-то говорить. Да. Что нас немножко должно волновать, что происходит в России у нашего соседа и на нашей родине. На родине очень многих живущих здесь. И вообще, в принципе, это очень немаловажная тема. Потому что всегда любая нестабильность в любой стране, к сожалению... Сказывается на соседях. Сказывается на соседях. Это нам показывает история всех мировых войн. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер, Олег. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Вот в Латвии были протесты в 2009 году. И были протесты в 2004 году. Значит, по поводу школ, по поводу образования на русском языке, да. И было собрано где-то порядка 50 тысяч. И кажется ли вам, что, так сказать, для Москвы и для России, да, ваши протесты это просто какой-то пшик? Вот вопрос. Спасибо большое за вопрос, Дима. Я думаю, это вопрос к тебе. Ну, конечно, если сравнивать с Гонконгом, то можно сказать, что даже вообще никто не выходил. Но надо понимать, в каких условиях протестуют москвичи, ну, вообще жители нашей страны, в каких условиях они выходят, какие риски они испытывают. Поэтому 60 тысяч летом в пустой, паникулярной Москве. Для Москвы в августе, еще по поводу недопуска кандидата в Московскую городскую думу, это серьезное федеральное событие, которое обсуждают в соцсетях, обсуждает не только Москва, но и вся страна. Как ты думаешь, ну, окей, мы примерно представляем себе, как пройдут выборы 8 сентября в России? Нет, нет, не представляю. Нет, 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 мы не представляем. Нет, нет, нет. Вот давайте. Окей, это ваше мнение. Мое мнение, мне кажется, что я себе примерно представляю. Нет, посмотрим. У меня другой вопрос. А вот смотрите, Дим, вот вас в Государственной Думе оппозиционных, настоящих, реальных, а не фейков, оппозиционных депутатов было пятеро. Да, я правильно понимаю? Зубов, Петров, Пономарев и двое Гудковых. Это на 450 человек. И вы поставили, в общем, до того довели Государственную Думу, что вас там периодически пытались лишить полномочий, выгнать и так далее. А в Московской городской думе, вот мне здесь задают в Латвии вопрос. Да что они боятся? Ну прошло бы там один, два, три, пять оппозиционных кандидатов. Что бы той Думе Московской сделалось? Ну, сразу бы, наверное, ничего бы там не произошло. Но надо понимать, что Россия находится, как все любят говорить, в транзите. То есть у нас 24-й год, это очень судьбоносный год, когда, по идее, Путин должен уйти. Ну или должен прийти его преемник, или что-то должно произойти. И я думаю, что администрация президента вместе с силовиками решила, что за это время в легальной политике не должен появиться ни один оппозиционер с реальной поддержкой граждан. Потому что люди, условно говоря, там, моего возраста плюс-минус. А если вы посмотрите на протесты, то чем еще этот протест отличается от протеста Болотных? Это линейка лидеров. То есть тогда были люди, которых можно было обвинить в том, что они поураганили в 90-х. Мы в 90-х все, извините, ходили в школу. Это первое. Второе. За каждым из лидеров, которые сейчас появились в этом протесте, нет никакой биографии, я имею в виду, негативной биографии, которая бы препятствовала нам или лишала нас каких-то политических перспектив будущего. Поэтому, если вдруг транзит пойдет не так, то совершенно очевидно, что команда независимых депутатов, которая опирается на реальную поддержку граждан, это серьезная проблема и головная боль. Потому что в этот момент группа независимых депутатов может стать таким центром, в центре новой образующейся политической силы, которая может очень резко набирать поддержку. Не только в Москве, но и в регионах. Поэтому они решили зачистить поляну, чтобы этот транзит прошел по их какому-то плану, без всяких побочных эффектов. Но что-то пошло не так, и они сами, получается, своими руками делают новых лидеров оппозиции. Там тот же самый Жуков, не знаю, Котов, Азар и так далее, Соболь. Ты все-таки давно известный политик, да? Он еще председатель партии. Совершенная молодежь. Они же никому неизвестны были вчера, сегодня вдруг они становятся в топах новостей. Ну, скажем так, с одной стороны, это мы так воспринимаем, а у них логика другая. У них задача нас маргинализировать, чтобы потом объяснить. Это никакие не политики, это какие-то там уличные крикуны, которые все, что могут делать, это выступать там на митингах, скандировать лозунги, но которые ничего не умеют делать. Ни законы писать, ни какие-то там реформы проводить. Поэтому они же реально нас маргинализируют. И попадание в Московскую Городскую Думу придало бы нам совершенно иной статус. Мы были бы абсолютно в правовом поле. Мы были бы реальными политиками, не уличными, а политиками, которых бы избрали в Московскую Городскую Думу с определенным политическим опытом. Не важно, это может быть... Не важно, не важно. Да, это все правильно. Это столица. Столица, 20 миллионов человек. И парламент Московской Городской Думы с нашим участием стал бы точно в центре внимания всей политической повестки. Про Госдуму бы забыли, я вас уверяю. Пять человек в Московской Городской Думе просто бы очень сильно поменяли всю политическую повестку. Обсуждали бы именно Мосгордуму, голосование в Мосгордуме, инициативы выступления в Мосгордуме. А про Госдуму бы все забыли. Ну, в принципе, так уже все забыли про эту Государственную Думу. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Добрый день. А вы знаете, вот когда были выборы в Государственную Думу России, здесь у нас в Латвии проголосовало 20 тысяч человек. И 95% из них проголосовало за Путина. Нет, подождите, в Госдуму не за Путина, она, наверное, за Партию Единой России. Вы, наверное, путаете выборы в Государственную Думу и выборы президента. Нет, 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 я ничего не путаю, извините. Когда выборы президента было, это я тут заговорился немножечко. Именно за Путина, я даже помню тут на этом же радио, на котором вы сейчас, там говорили, он четвертый по списку, там что-то было, и там в очереди, когда стояли, мы за четвертого, мы за четвертого. То есть аудитория здесь, с которой вы сейчас беседуете, она пропутинская, будем так говорить. И что? Я имею в виду из граждан России. Из граждан России. Я не имею в виду из граждан Латвии, которому я принадлежу. То есть вы говорите то, что никак не повлияет на умы тех людей, которые действительно являются избирателями. Я сейчас не знаю, к кому приписано. Я более чем уверена, что нас слушает очень много избирателей, которые могут пойти и проголосовать. Это раз. Во-вторых... Я тоже, я тоже уверен в этом. Но только голосовать они будут не за того, за кого вы сейчас агитируете. Спасибо большое. Мы пытаемся гражданам Латвии, людям, живущим в Латвии, независимо от их гражданства, рассказать о том, что происходит у их соседей. Рассказать в том числе, почему, что это другая информация, нежели идет по центральным каналам телевидения. Да, Дим, пожалуйста. Да, у меня один простой вопрос. А сколько граждан России проживает в Латвии? Примерно хотя бы. С российским гражданством. Я думаю, что намного больше, чем 20 тысяч. Много, конечно. Десятки раз больше, чем 20 тысяч. Конечно. Просто эти 20 тысяч были мобилизованы, возможно, его сторонники. Конечно. И это тоже не может быть. Остальные не пошли, потому что не было просто других кандидатов. За кого там голосовать? За Миронова, Зюганова, Жириновского? Нет, конечно. А вот если бы были настоящие выборы с интригой, если бы там были бы настоящие кандидаты оппозиционные, я думаю, что явка была бы не 20 тысяч, а 220 тысяч с совершенно другим балансом и раскладом. Ну, 220 тысяч здесь, конечно, нет такого количества граждан России. Но это даже не важно. Мы сейчас не про цифры, мы сейчас вообще про настроение. И про то, чтобы разобраться, что происходит все-таки на нашей родине. И куда это все движется. Дима, все-таки, как ты считаешь, если сейчас уже триггер, даже не выборы, которые будут 8 сентября. Сейчас триггер – это бесчеловечное отношение к людям, к молодежи, к студентам, к детям, к старикам, к тем же самым, которых точно так же заламывают руки и ведут в автозаке. И каким образом будет развиваться ситуация, твои прогнозы после 8 сентября? Вот вы с Леной со мной споритесь, что еще неоднозначное все-таки будет голосование. Ну вот какое, по-твоему, будет развитие событий? Ну, мы тут как-то встречались с нашими сотрудниками нашего штаба и даже шутили, что, в принципе, оппозиция может вообще отдыхать и ничего не делать. Все эти триггеры власть сама успешно создает без нашей помощи. Потому что в результате отрицательной селекции, которая происходила во власти, когда туда попадали не умные, профессиональные, а лояльные, которые готовы сделать все для того, чтобы выслужиться перед начальством. Поэтому они все время совершают, ну, назовем это ошибки. Конечно, можно назвать это преступление, ну, давайте скажем мягко, ошибки. Ну, например, вот вместо того, чтобы проводить нормальную мусорную реформу, власти строят мусорные полигоны, мусоросжигательные заводы, которые реально наносят серьезный ущерб здоровью граждан. И совершенно очевидно, что люди будут выходить против этой реформы, против этих заводов, потому что они хотят дышать чистым воздухом. Кто создает проблемы? Власть создает проблемы. Кто стоит за протестом в Архангельской области, вот этот ШС, куда должны, куда Москва хочет вывозить свой мусор? Сами же власти. Потому что они не могут решить эту проблему, и вместо того, чтобы ее решать, они хотят вывозить мусор в Архангельскую область. В результате целый год там протест, 95% населения против этого проекта мусорного, 95% уже против власти. Поэтому каждый раз триггером может быть все, что угодно. Не знаю, там, строительство завода мусоросжигательного, вырубка деревьев в парке, я не знаю, все, что угодно. В Тунисе. Постройка храма на место сквера. Конечно. В Тунисе просто торговец, отчаявшись, просто взял себя сжег. И это было триггером для, по сути, революции. Очень будем надеяться, что нас не придется никому сжигать. Поэтому, что будет триггером, мы не знаем. Может быть, фальсификация на выборах 8 сентября, ну, как бы выбор в кавычках, станет таким триггером и выйдет уже не 60 тысяч, а, не знаю, 300 тысяч москвичей выйдут, потому что кто-то сейчас будет голосовать, пойдет голосовать против кандидата от «Единой России». Если люди увидят, что их голоса украли, они что будут делать? Они пойдут на новые... Как это было в декабре 2011 года, да? Давайте еще раз слушаем звоночек. Дим, прости, пожалуйста. Или вот, чтобы там в Архангельской области там ракета взорвалась. В результате там радиации, да? Да-да-да. Дим, послушайте. Послушаем один звоночек. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Вы вот сказали, что какую-то семью хотели решить родительских прав, потому что они с ребенком пошли на демонстрацию. Да. Ну, не на демонстрацию, а на протест. А вот люди, которые идут с ребенком на эту демонстрацию, они вот не задаются вопросом, вот зачем туда ребенка тащить? Вот реально зачем они это делают? Это был митинг, это была прогулка по бульвару. Я вам отвечу на этот вопрос как мать. Я же мать, что называется. Я ходила, пока жила в России, я ходила на все абсолютно акции протеста, санкционированные и несанкционированные. Да, у меня несовершеннолетний ребенок был на тот момент. Да, было время, когда ее не с кем было оставить дома. Но я как человек, как гражданин своей страны, я понимала, что я не могу не выйти для того, чтобы показать свою позицию. Я брала с собой ребенка. Я имею право ходить по улицам своего города, своей страны в каком угодно виде, с кем угодно держась за руку и что угодно распевая, выкрикивая или неся в руках. Это мое право, закрепленное к конституции. И никакой суд не имеет права отобрать у меня ребенка за это. Я надеюсь, я ответила. Ну, более-менее. Да. Дим, на данный момент, по данным мемориала, в России уже 300 политзаключенных. Понятно, что на этом не остановится, к сожалению, власть. Мы понимаем, что, видимо, у нее нет уже никакого другого пути. Ты говоришь, ты и Кирилл Рогов, и очень многие политологи, они, конечно же, навряд ли пойдут на уступки протестующим, как это сделали в Гонконге, например. И будут все резче закручиваться гайки. Какое может быть самое хорошее развитие ситуации и самое плохое развитие ситуации в России? Ну, помните, такая была история с маньяком в Битцевском парке в Москве, который там насиловал девушек. С одной стороны, да, появился какой-то страх перед этим маньяком. Кто-то, наверное, перестал гулять в этом парке. Но рано или поздно маньяка поймают. Поэтому вот власть, она мне напоминает этого маньяка, который запугивает, так сказать, граждан, которые проживают рядом с этим Битцевским парком. Но рано или поздно, если маньяк будет продолжать заниматься, чем он занимается, значит, рано или поздно его просто выловят и поймают и обезвредят. Поэтому если власть будет действовать против общества и говорить с обществом на языке полицейских дубинок, то рано или поздно общество найдет возможность достойно ответить. Вот как будет это развиваться, сказать сложно, но с каждым актом, с каждым протестом, с каждым актом агрессии со стороны государства гражданское общество становится сильнее. И я на самом деле могу сказать, что очень много людей, которые никаких репрессий не боятся. Их число будет становиться все больше, больше и больше. И на самом деле я вижу, что это уже понимают в элитах. Потому что если бы в элитах этого не понимали, то, наверное, всех бы судили по делу о массовых беспорядках. Значит, там все-таки есть люди, которые понимают, что именно такими полицейскими дубинками власть сама разжигает протест. Так что я надеюсь на то, что все-таки в элитах, наверное, откажутся от этой стратегии, потому что она опасна и для самих властей. Потому что сегодня они расправляются с оппозиционерами, и завтра они начнут это беззаконие и будут выдавливать из бизнеса разных-разных людей. Сейчас, например, происходит выдавливание бизнеса Сергея Петрова. Ну подожди, Дима, это происходит, прости господи, с первого дела Ходорковского. С 2003 года. Ну, тем не менее, давайте так, тогда это был такой вопиющий единичный случай, а сейчас уже они друг другом едят каждый день. Дим, сегодня вообще интересно, на Дальнем Востоке Путин говорит опять о докриминализации экономических преступлений, и ровно после обеда Петрова объявляют в Интерпол. А вызову шьют третье дело. Просто в России превратилась в джунгли, которые живут по законам джунглей. Даже если ты, не знаю, царь зверей, то рано или поздно все равно и ты будешь пожинать плоды. Это ты сейчас, Дима, наверное, вспомнил Мугабе. Да, который у нас сродни скончался. Дорога ему, конечно, в ад, как говорят, помнил тот в обрет и этот, всякое бывает. Спасибо большое, что были сегодня с нами, мы сегодня обсуждали протесты в России, что там происходит. По телефону с нами был российский политолог, филолог и журналист Кирилл Рогов, по скайпу политик Дмитрий Гудков. Спасибо огромное, Дима. Спасибо большое всем.